У Рената практически, наверное, во всех картинах прослеживается любовь к естественности. Вот начали, пошел! Пошел кости-то людей! Категорически отказывались клеить усы, бороды и так далее, поэтому Федоров появляется достаточно выбритым советским офицером и дальше начинает у него все это расти. Это много или мало? Мне кажется, что нормально. В современном настоящем кино все должно происходить по-настоящему и в принципе люди, которые пришли посмотреть на историю про чувака, который выживает в лесу и падает в самолете, они хотят, чтобы это было по-настоящему. Эльцей, прыгай! Знал, что предстоит нам пример, что это такое будет, что это будет зима, страшный мороз. Холод, минус 20, минус 25. Мы снимали в естественных условиях. Если ты погружаешься, если тебе ждет вот такое вот моржевание, конечно, надо немножко закалиться, что-то еще. Ты же не можешь подвести группу в этот момент. Была поражена выдержкой Пети. Это подвиг то, что Петр Петрович сделал. То, как было тогда, так себя Петя Федоров чувствовал сегодня. Он прям, прям держался в кадре. Петь, прыгать хочешь? А Петя будет где-то здесь залезать. Это фантастический труд, потому что по ходу истории он же еще, ну, терял вес. Актер выбрал такой путь и предложил ему, что я хочу голодать, я хочу терять вес. Петя, под комбензоном мы не увидим, говорит, лицо. Это невозможно было. Не торчали ребра. Я назвал это подвигом. Природа против человека. Человек всегда боролся с природой. Достаточно остаться одному на 15 минут просто в тайге и все про себя понять. Поэтому, в принципе, попытка выжить на морозе в лесу, в этом нет никакой романтики. Ни в елках, ни в снегу, ни в солнце, ни в облаках, ни в чем. Это все огромная смерть. Ну, в общем, да. Было холодно и было страшно. Это была очень сложная зима. Мы пришли снимать про то, как человек умрет от холода. Ну, вообще, иметь дело со снегом — это вещь, ну, супер непростая. Ты поставил камеру и репетировать нельзя, потому что снег девственный. Нет шансов дублей. На съемке с коптера, поэтому меня закидывали иногда на снегоходе. Говоришь, Петь, смотри, вот та ель, которая находится в полутора километра. Видишь ее, да? Километры три-четыре закидывают, а потом надо еще километры с палочкой пройти, проложить следы, потому что вертолетик летит, снимает, ну, человек идет. Река, да. Ты мокрый. А потом ты ешь сырую рыбу. Волки были настоящие, привозили волков. У меня мурашки, честно говорю, бежали по коже, потому что я не понимала, как вообще это возможно. Это настоящие волки. Волки чуть ли не единственное животное, которое не подбирает нарисировке. Они меня спросили, вы видели в цирке волков? Нет. С ними не можешь взять и договориться заключить сделку и сказать, старик, ты приехал, давай сниматься. Давай не капризничать. В конце почти вся группа потеряла страх, включая актера, слава богу. Если за героем гонятся волки, мы не можем снимать их там отдельными кадрами, конечно, мы понимаем, что надо соединить актера и волков хотя бы в одном кадре. Эти же существуют с волками в одном кадре, не монтажно. В этих кадрах я убегаю не как Комлев, а как Федоров, в общем-то, я помню этот момент. Не изображал, он просто убегал от них, от волков по-настоящему. И, в принципе, понимаешь, что это не мы сейчас в своей среде, это они в своей среде. Вои волков, которые пришли из леса, мы очень переживали. Они же чувствуют еще запах настоящих волков диких, которые живут, и их так прижимают к земле, и у них такие страшные хвосты. Да, да, местных жителей кричали. Они никогда не видели такое количество волков, которые через деревню драли просто от нашей съемочной группы. Но они чувствуют это, и они уходят. Взрыв! 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 Честно говоря, мне понравилось снимать зимой в мороз. Я люблю монохромное изображение в этом смысле. Съемки в зиму идеальны, потому что у тебя есть два спектра. От черного до белого. Все. И больше нет ничего. Это прям путешествие. Это мы завтра идем в поход. Любой фильм про подвиг, мне кажется, должен подразумевать какой-то и киноподвиг и от нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова